уважаемые любители рок-музыки я за последних 30 лет так долго еще не отдыхал аж целых две недели у нас отпуске в этот раз в турции неделя уже прошла мы значит целую неделю питались в общих ресторанах которых два здесь врослый миро и общий мирос или наоборот когда начали да вкусно свежая все хорошо но наконец-то мы уже все перепробовали и сегодня мы решили посетить в ресторан по меню такой знаете с официантами а-ля карта так называемая здесь их два таких но мы пойдем сегодня в один в итальянский называется он бальбура посмотрим как тут по меню готовят лучше чем в общем ресторане или нет пойдемте но я хочу сказать что здесь конечно это надо все заказывать заранее туда ты так просто не попадешь мы заказывали столик за три дня и пойдем посмотрим что тут за дефицит такой что за три дня столики заказывать надо здравствуйте уважаемые любители турецкой рок-музыки или вы русскую любите рок-музыку какой лучше замешкался товарищ волщук секс персоны замешкался товарищ не полк он больше любит рок-музыку турецкую или русскую а я уверен что он больше всего любит рок-музыку рок-группа волчук ас-д вы поняли говорит very nice рок-музыкантов из россии рок-рукер русский дворина и самые лучшие вы думали что он про рубашку он про рок-группа волчук ас-д спасибо уважаемые любители рок-музыки но вот мы и внутри ресторана балбура итальянского видео красивое такое меню установка такая приличненько ведь в итальянском стиле все очень чистенько аккуратно официант русского языка не знает но зато хорошо говорит на английском а вы знаете что участники рок-группа волчук ас-д это же студенты московского института международных отошений поэтому не свободно с ним общаются как переводчики с папой работают меню у них тогда удобства есть и на русском языке что хочу сказать меню достаточно богатая значит шесть видов холодных закусок где-то шесть видов горячих закусок где-то шесть видов салатов паст то есть всяких папарделли спагетти их тоже штук семь или шесть вот так вот и основных блюд и рыбных и мясных это десяток то есть это пусть принципе очень обширное меню потому что я насколько знаю помню мы в лондоне были в одном итальянском ресторане остановились гостинице возле альберт холла это был ресторан итальянский так там был вообще только десяток блюд и больше ничего не было но зато там было две мишленовской звезды блюда были конечно язык проглотить но мы их на второй день уже все перепробовали на третий день уже поехали в другой ресторан поэтому это очень правильный выбор вот так что я себе заказал ну так как вы знаете что я очень молодой человек но хочу быть еще моложе поэтому я обязательно заказал себе иколы молодости то есть баклажанчики заказал себе такую капоната называется тут смесь такая баклажаны всякие помидоры огурчики такой салат и сыр фета все такое вернее это за холодной закусками считается из горячей закуски я заказал себе тигровые креветки в каком-то там тесте спица и на второе блюдо я заказал себе баранью ножку специально каким-то образом запеченные потому что вы знаете что баранина очень диетическое мясо одежда свеж на диете меня другой нельзя вы поймите не только баранина и есть ну и конечно же контрольная закупка это будет обязательно это кофе ла значит участники рук группы ващукайзда заказали себе другие блюда а на знаменитый режиссер заказал себе карпаччо из креветок и лосося заказал себе медальоны из говядины и на горячую закуску заказал себе куда-то там фетучини обратите внимание как они грамотно поступают они сразу принесли хлебушек поджаренные и четыре вида разных соусов и еще принесли вот такой хлеб вот мягкий мягкий он у них называется как-то по-итальянски даже не запомнил как попробуем на что они способны она вот хлеб как будто пропечет как хорошее печенье песочно рассыпается в очень хорошо сделано грамотно масло с зеленью чуть подсоленная очень грамотно уже мне они начинают нравиться эти ребята из италии которые турции работают и пробую следующее что-то красненькое это смесь баклажанов перца и помидоров хорошо вкусно на оливковом масле так следующее измельченные маслины тоже очень хорошо сделано в меру поставлены чуть-чуть так аккуратненько хорошо то есть разбираются они стартерах так но это я вижу это анчоусы попробуем все хорошо анчоусы тоже в точечку все вкусно и масса отличным уважаемый любитель рок-музыки но что хочу сказать вы знаете когда ищем новое место отдыхать всегда опасаешься как бы тебе не испортили отдых нам конечно очень трудно испортить отдых это уже поняли да у нас хоть сарай привези мы все равно будем довольны и радоваться будем жизни но делать выводы конечно бушла ехать нельзя а здесь прям все хорошо знаете отель новый абсолютно все в номерах чисто хорошая вентиляция прохладно все время чисто меняет постель каждый день поэтому этот отель пока не разочаровывал на пляже много лежакова алтенец есть бар один отдельно продают мороженое много отдельно шаурму сосиски с тестом точно на пляже можно перекусить легко вот единственно официантами чтобы принести браку лежак нужно иди сам просто были в других отелях там подходят но здесь погонясь возле бассейна тоже разные кафе где можно пообедать перекусить в течение дня и мы конечно опасались что ты в ресторане будет не очень хорошо а тут пока нет уже все нравится очень быстро и одновременно всем принесли холодные закуски я понимаю что типизированы у них блюдо но все равно репертуар богатый меню имеется виду и вкусно поэтому я хочу выпить за то жизнь нас всегда радовала меньше разочаровала вот за это за то чтобы жизнь радовала всегда давайте уважаемые любители рок-музыки пробую холодную закуску которая называется капоната куда входят баклажаны помидоры сыр фета зелень что-то еще такое пробую и вот она первая неожиданность блюдо было в разделе холодные закуски на самом деле это теплое блюдо с пылу с жару не горячее на теплое может он так называть холодная закуска но вкусно я хочу вам сказать здесь авокадо чувствуется вкусно реально вкусно прям во рту тает хорошо сделано вот хорошо я обычно тамадо их работают за столом произношу тосты поручаю кому-то их произнести и кто сильно провинился а тут у меня перехватили инициативу знаменитые режиссеры продюсер и предложил выпить за неожиданности которые были бы в нашей жизни всегда но я ее поправил потому что жизнь без этого не интересно так она сказала а я хочу добавить такой алгорды и все все таких чтобы у нас были приятные неожиданности сегодня в этом ресторане но приятные неожиданность закуски великолепно быстро обслуживает вот эту закуску привести ну просто потрясающие не наслаждающих понимаете баклажаны авокадо помидоры сыр фета зелень ну прямо тут а я честно во рту тает но 5 баллов у меня заслужить не просто пока только четыре с половиной не больше поэтому давайте за приятные неожиданности чтобы наша жизнь и мы была насыщена уважаемые любители рок-музыки я это не заказывал но попробую это я конфисковал нашего великого режиссера и продюсера карпаччо из креветок тигровых и лосося попробую чуть-чуть и видите томатный вкус а ну прекрасная холодная закуска острая причем чувствуется вкус и креветки и лосося и острый соус такой чили туда добавлен чуть-чуть обжигает немножко рот мне понравилось . очень вы знаете вот это действительно приятные неожиданности прям хочется тос пройти тихонечко и наверное я его все-таки пройдет мне хочется поднять тост чтобы мы умели делать этих приятные неожиданности своим родными и близким и нашим поклонникам и подписчикам вот за это хочу убить чтобы мы умели и делали приятные неожиданности в первую очередь в нашей музыке рок-группа лачка я знаю уважаемый любитель рок-музыки настала пора горячих закусок вы знаете что я люблю все особенно горячих женщин таких вот сильно против меня великий режиссер и продюсер я надеюсь что опять будет приятная неожиданность я расскажу вот эти креветки в каком-то тесте ведь и таком воздушном и пюре попробую пюре сначала горячие не обманули то холодно закуска была теплая это горячая а вот креветочку я возьму рукой ну что хочу сказать добротно приготовленное блюдо она на самом деле отлично нехорошие вкусно все хорошо но знаете нет вот предыдущие было вот это капоната супер это вот но обычно но все равно уважаемые любители рок-музыки мои труды не проходят даром и усилия по воспитанию культуры произнесения толстого участники группа волчука sd начинают потихоньку научаться произносили хорошие толсты но особенно вперед вырывается великий режиссер и продюсер и опять предлагает то с которой я дополню она говорит о том что приятная неожиданности хорошо когда они еще красиво выглядят то есть когда это подано эстетично вы знаете да это действительно так на вкус блюдо влияет все эстетика не в последнюю очередь а может быть как раз и в первую поэтому давайте чтобы наши приятные неожиданности что наши что на доставляемые были еще и красивые давайте прекрасно чтобы были уважаемые любители рок-музыки мне этот ресторан начинает нравиться потому что я люблю стильные вещи они стильные во всем обстановка итальянская блюда итальянские все и попрошу всех помолчать послушать кто поет а поет андриана челентано которого молодой по крайней мере не знает но мы это все знаем что это был очень известный итальянский актер самая его знаменитая роль конечно было вы помните украшение строптивой так вот сыграл мужика и пластинка его вроде бы простая сидит там с аккордеоном что играет музыканты обычные такие фольклорные итальянские но пластинка завоевала весь мир и до сих пор их крутят эти песни прекрасный прекрасный актер прекрасный певец поэтому хочу выпить за то чтобы мы придерживались своих национальных корней и были стильными во всем как андриана черентано слушаю без обол десятки лет прошли подкачали подкачали итальянцы подкачали на английском языке пели happy бездой стиле ломанули ребята мы тоже русски научились с днем рождения тебя то есть мы уже четко по-русски поют на не видя на английском в итальянском ресторане я тоже хотел бал повысить нет ребята стиль ломанули наш один уже мы любили рук музыки вечер итальянской музыки продолжается с учетом альбина и рамина power фили читан а я сразу вспоминаю начало 80-х когда итальянцы своей музыкой покорили весь мир у них она была однотипная но она очень заводная вот так как забойная больше всех не нравилась группа rich and power и но просто шедевры они кстати взяли по моему евровидению в те годы не помню какой год ну и фестиваль санраем они тоже там тогда первыми были и мне очень нравилась их песня а капулька и осталось то сеньора две вещи и мне тогда повезло мне попалась я сумел приобрести прям в расцветах пластинку rich and power и виниловую до других не было так вот я тогда отметил такого качества виниловых записей я не слышал но прям сокола мощный звук вот так вот записано было просто удивительно но сейчас сегодняшний мир мне больше нравится музыкальное знаете почему потому что он стал всеядным столько перемкнутые люди замыкаются на ком-то своем одном стиле и кто-то лучшие а мне нравится то что сейчас цветут 100 цветов играя в любом стиле лишь бы ты играл хорошо хочешь джаз хочешь рок-н-ролл хочешь хард-рок хочешь хэви-метал трэш-метал что хочешь хочешь инди-рок арт-рок что угодно фол фольклорную музыку если ты делаешь это качественно это прекрасно это всегда найдет своего потребителя а тогда помните были повальные увлечения битлз весь мир битломания только поумирали только битлз потом пошел хард-рок апологетов их потом появились а баба баба мания баха поведи бы не мамания а сейчас нет сейчас иногда ты не слышал тех групп тебе говорит а вот я люблю такую такую-то музыка я даже не слышал те группы а другой я люблю вот это тот а тот а я понять мне тут такие то есть времена вот это тотальный знаете какой-то money музыка махани мне кажется канули в лету это очень хорошо вот хочу выпить за разобназии этого мира музыкального чтобы каждый играл то что нравится не слушал то что ему нравится и не осуждал других вот так уважаемые любители рок-музыки наступило время горячего блюда основного вы помните что я заказал себе баранью ножку с таким гарниром из зерен булгура здесь вяленый помидорчик здесь сливка черносливчик какой-то лежит вот это что-то такое интересное такое из теста вот это вот зелененькая хрустящий попробуем час ну это жареный лучок сначала попробую булгур с вашего позволения хорошо ли его провалили а ну хорошо провалить и вот этот соус и очень хорошо дополняет вкусно теперь смотрим а легко ли отделяется мясо пропарили ли они баранинку потому что если она резиновая то что ее есть не очень хорошо отделяется очень легко просто попробуем умеет повар приготовить бараньи протомилась она в духовке вот во рту тает хорошо вкусно лучок все хорошо от эту зеленую штуковину попробую а ну да это хлебная готовить какая карамелизированная вкусно оригинально поэтому как вы видите эстетично поданное блюдо она же и вкусная то есть они как-то дополняют друг друга когда человек любит свое дело я про повара то он делает и вкусно и эстетично понимая что глаза видео поряд дополняет вкусовые ощущения и улучшает их поэтому хочется приподнять тост в продолжение предыдущих тостов об эстетике предисловие такое вы знаете мы обратили внимание что люди просматривая наши нехитрые клипы слушают нашу музыку глазами самая масса в эту ошибку скатываются даже профессиональные музыканты он воспринимает музыку глядя на наши нехитрые клипы которые мы снимаем на iphone мне это сначала возмущало ну это послушай же ты музыку вам же музыка классная и тексты приличные не он смотрит на видео так давно но это должно нас научить и подсказать что все-таки эстетика видео ряд должен дополнять вкусовые качества и это блюдо это поддерживает поэтому давайте за то чтобы все что мы не делали было и вкусно и красиво в любом деле в музыке в архитектуре угодно что было вкусно и красиво поэтому я хочу произнести тост за то чтобы мы умели соединять красоту и внутренний вкус внутреннюю суть чтобы наша внутренняя суть того что мы делаем было красиво оформлено вот это хочу во всем чем бы мы не занимались рыболовством строительством производством шарикоподшипников или сочинением рок-н-ролла чтобы внутренняя суть наших песен было и красиво оформлено вот за вот это давать уважаемые любители рок-музыки но вот и наступил час x контрольная закупочка кофе латте и увидите участники рок-группы волшек с да это если ты не я это я я только не съем заказали себе всякие десерты итальянские а какой самый главный десерт итальянская ну-ка быстро угадать не знаете а я вам скажу тирамису пирожные тирамису обратите внимание на него прекрасно сделали с горьким шоколадиком с посыпанным каким бисквитом и саму тирамису как вы знаете это пирожное из сыра а вот это это крем-брюле знаменитая итальянская три сортика ну а это скромное ванильное шоколадное мороженое я с разрешения участие на руку по попробую каждое блюдо чуть-чуть вот смотрите начало тирамису вану во рту тает тает во рту пробуем крем-брюле а ну цитрусовый вкус прекрасная какао класс вкусно очень ну а это непосредственно крем-брюле видите еще сверху орешки всякие ягодки прекрасно сделано ну а это проверяем умеют ли они делать мороженое все умеют делать десерты делать умеют а я вам уже говорил как-то шереметьево что лучше всех кофе делают итальянцы потому что даже название кофе любые латте капучино фрапучино фраппе все итальянские именно потому что лучше всех делать кофе попробуем а ну-ка латте не испортили ли они подкачали молока пожалели для дяди серёжа волосюка молока пожалели горько горький кофе и срезались чуваки на кофе и но вы знаете что русским мужиком же находчивый поэтому русский мужик сейчас возьмет кусок мороженого и кинет туда чтоб кофеек был не только кульки вот так не пожалею я мороженого туда и и сейчас мы заценим его по новой а ну-ка сейчас попробуем мало положил все равно в горький добавлю уже мы любили добавлю в ношу а то делать наш как-то исправлять ошибки их него баристы все остальное отдаю участникам рок-группы они и так уже смотрят на меня искоса видите крем-бурле уже отдал теперь можно отдыху ну а тирамису как стояла у величайшего режиссера современности так там и осталось вот теперь то что надо когда там половина мороженого в полосы на хотя четко поэтому подвожу итог этому ресторан антураж итальянский единственное замечание стены голова ты чуть-чуть все-таки итальянцы любят вешать на стену картины тут их нет вообще тут хорошо сделано все красиво все стильно минимализм такой эти современные на стены просит удашу средиземного картинка какая-то такая вот одна вторая так немного но просятся но неплохо в антураж неплохой блюда закуски принесли стартера их вот эти вот 4 потом дальше томленые помидорчики вяленые с ваклажанчиками с базиликом маслины перетертые в очень очень вкусно и анчоусы прекрасно закуска потом закуску мне принесли которая микс из сыра феты баклажанов каперсов авокадо вот так вот такая закуска не просто сказать что холодная закуска но она была теплая но отличная закуска креветки обычные я просто только вспоминаю старого на плавучем кораблике в москве там креветки делали просто изумительные назывались бабочка это как-то делали но как раскрытая бабочка просто потрясающим на так на обычной креветки а вот второе блюдо не принесли мне баранину во рту таяло просто четыре с половиной четко отработали поэтому общую оценку ресторану ставлю четыре с половиной баллов вот такой ресторан мне нравится что что мы не ошиблись с выбором гостиницы здесь и общие рестораны шведский стол вот такие все свежие прекрасно и вот этот ресторан а-ля карта вот такой итальянский четыре с половиной балла ставлю потому что они пролетели они английском языке спели песенку днем рождения поздравляли вместо итальянского но это очень высокая оценка вы сами понимаете потому что волосчука из для четыре с половиной балла заработали это не просто поэтому поднимаю тост ну так как мы сегодня большинство тостопил за эстетику то я еще раз не хочу выпить за красоту которая должна быть снаружи и внутри нас чему были в гармонии с миром уже окон раз пара его спасибо все было очень вкусно и приятного ну что дружище спасибо тебе хороший ресторан прекрасное обслуживание всем рекомендую быть вот здесь вот в либерти фабей и идти в итальянский ресторан из жизни русской профессуры жизни докторов наук истории вам без цензуры и вам без цензуры расскажет рокер валащу